Всем привет! Сегодня у нас будет видео о психологии. Я решила сделать такую серию подробных видео о психологических и психических терминах, как это может вам помочь в жизни. Но это все темы, которые затрагиваются у меня в видео благодаря вашим историям. То есть я работаю на тот запрос, который есть от вас. Какие звоночки? Как вообще понять, что ты попадаешь в такие отношения, чтобы от них избежать? Сразу скажу, что от абьюзеров и таких людей надо бежать, лечить их, переделывать, стараться или еще что-то. Не нужно, это больные люди, и вы им не поможете. Им поможет доктор. И стараться переделать или постараться под этого человека, это уже заведомо вступать в созависимые отношения с таким человеком и, соответственно, обрекать себя на страдания. Кто хорошо вступает в созависимые отношения с подобными людьми? Они невротики, которые только и видят, готовы быть жертвой, которые только и видят такие моменты, чтобы жизнь равно боль, как я всегда в видео говорю. То есть это лакомый такой кусочек. Но сегодня я хочу рассказать немножечко о нарциссах, о этапах их поведения с вами, чтобы вот они, звоночки, чтобы вы понимали схему, как это работает, как не пасть в отношения с нарциссом. Это касается не только любовных отношений мужчины и женщины. Эти люди есть рядом с вами на работе. Это могут быть ваши друзья или ваши близкие родственники. И вы должны понять, как с ними себя вести, как с ними общаться. Я одно сразу скажу, что если вы выбираете этого человека, это не ваш родственник, а друг, либо партнер, либо любовник, от этого человека лучше отстраниться и бежать с ним, не контактировать. Это энергетические вампиры, которые любят, скажем так, издеваться над людьми и получают удовольствие от этого процесса. Они повышают, ну это углубление идёт, но они, скажем так, условно, простым языком повышают свою самооценку, реализуют себя за счёт ваших страданий. Они от этого кайфуют, и вы потом уже не понимаете, всё так начиналось, сейчас я об этом подробнее расскажу пониже, да? Казалось бы, всё в порядке было идеально, а тут он же надо мной изгаляется, и уйти я от него не могу. И сейчас я расскажу механизм, как это работает, чтобы вы, кто в таких отношениях находится, вы понимали, что вы в созависимых уже отношениях, вы уже встряли. Но у вас есть возможность убежать. И убежать здесь, это не зазорно, это спасение своей жизни. Вообще, определение нарциссическое расстройство личности, чтобы вы понимали, есть такое расстройство личности. Это болезнь, это психиатрия, и это уже к врачу. Это нельзя изменить, эти люди не вылечиваются до конца. Это можно купировать, есть там лекарства и так далее, медикаментозное воздействие, скажем так, более лайтовые, чтобы эти люди были. Но это не искоренить никогда. Есть такое определение, как нарциссический характер, когда человеку регулярно подобные случаются реакции, действия у характера, это его поведение. Это не клинический случай. Это то же самое, по сути, нарциссическое расстройство личности, но более в легкой степени. С этим можно жить, и уже я о чем говорила, это когда ваши родственники, близкие, знакомые, то есть, по сути, вам каким-то образом, скорее всего, родственники, члены семьи, с которыми приходится общаться, но это их характер, а не диагноз. Но эти люди нарциссы тоже, и с ними довольно-таки тяжело общаться. Это определенное на вас накладывает отпечаток. И последнее, это нарциссические реакции. Это реакции поведения человека на определенные раздражающие моменты стресса и факторы в жизни. Когда человек нарциссично, скажем, нарциссично реагирует на что-то, то есть, защищая себя, свое пространство, свою самооценку и так далее. И это хороший момент, такие реакции в меру любить себя, быть в меру эгоистичным, признаны нормальными, и даже положительно оцениваются психологами и психиатрии. Это никакая не клиника, это просто реакция, то есть, когда я защищаю свою определенную территорию, свое «я». Какая задача у нарцисса? Чем он живет и питается? Чтобы проще, я буду это все максимально простым языком объяснять, не научным. Это такой энергетический вампир, который специально выискивает себе жертву, человека, и который с ним вступит в созависимые отношения, не сможет с ним расстаться. Нарцисс создает так ситуацию отношения, что ты в него влюбляешься, он идеально тем самым привязывает к себе. И создает сначала обманом картинку, исходя из твоих реакций, он очень долго изучает, и создает такую картинку, ты думаешь, что это судьба, это сумасшедшая любовь. Но когда он начинает над тобой издеваться, отталкивать тебя, делать больно, это может доходить и до физического насилия, до физической боли, тирания, домашние деспоты, там вся вот эта история мужа и жен, да? Жертва не может убежать, потому что у нее в голове остается картинка того идеала, как все начиналось, на что я купилась и что я полюбила. Задача его вообще, это, вы знаете, когда говорят, ой, да ты жертва слабая, поэтому тебя выбрал. Нет, нарциссы именно интересуются, это психопатические другие типы, да, есть, кто жертву именно выбирает. А мы сегодня говорим конкретно о нарциссах. Нарциссы выбирают сильных, целостных людей, у которых есть энергия, позитив, добро, они же за энергией вашей приходят. Но их задача охмурить, окутать, залезть в личное пространство личности человека, опустошить и личность жертвы подчинить себе и делать с этим человеком все, что угодно. В каких случаях нарцисс может от вас отстать? Только в том случае, когда вы полностью пусты, не представляете для него энергетического интереса. Либо это с вашей стороны, когда вы, не знаю, каким-то образом в волшебном прозрении памяти, что происходит, просто убежите от него и в один момент обрубите все контакты, но он, поверьте, как типичный вампир, он будет до вас докапываться, тянуть до последнего, я не знаю, что нужно сделать, просто обрубить окончательно эти контакты, никогда нельзя с ним остаться на каком-то контакте, дозвольном общении, чтобы он вас не беспокоил. Это энергетический вампир, который пока вот не убьет условно вас, не высосит все, от вас не отстанет. Как это работает? Сначала нарциссы, это первый этап, они очень долго охмуривают, не допускают, как правило, до себя, если это интимные какие-то отношения, парень за девушку ухаживает или девушка парню симпатию такая проявляет. Это, кстати, и мужчина, и женщина бывает нарциссы, да? И очень долго могут общаться, изучая, они выбирают себе жертву, это у них идет разведка, они наводят информацию через знакомых, через друзей, через соцсети. Второй этап, это уже обольщение жертвы выбрано, он видит целостную натуру, с которой можно есть что-то, хорошо поживиться и пососать энергии. Интересные, успешные, как правило, такие люди, которые, ты бы не подумал, что он станет когда-то жертвой и будет подвергаться, например, насилию. Он выбирает сильную жертву, от этого интереснее, кайфа больше. Параллельно он может окучивать несколько жертв. Это цель вызвать психологическую зависимость. Напевает мужчина, какая ты классная, что ты богиня. Там, например, у него за спиной два непонятно почему развалившихся брака, да? А он говорит, да я просто не тех женщин встречал, тебе я готов ноги целовать. Даже с тобой в кровати, то есть к интиму не склоняет спать, с тобой не хочу, не склоняю ни к чему, потому что ты богиня, к тебе нужно другое отношение. То есть ты избранная. Он создает всевозможные, любыми тонкостями, которые он видит в твоих реакциях, создает иллюзию того, что ты просто привязываешься к нему, ты царь и бог, ты просто волшебная нимба, например, для женщин. Девушки к парням заглядывают в рот, создают ощущение, что они царь и бог, ты мой повелитель. Ты такой умный, восхищение, восторг и так далее. Если это ваш друг и коллега, оцениваются ваши заслуги на работе, достижения, бизнес. Ты такой умный, ты такой, как я без тебя вообще в жизни существовал, но на дружеской волне это может быть. Это третий этап, это когда уже жертву проверяют на то, ее реакции. Маленькие моменты, вот они, те звоночки, от которых уже надо бежать. Когда человека дергают, насколько ты среагируешь? Насколько ты поведешься и твои реакции какие-либо? Например, на работе, в бизнесе ты узнаешь, что вот этот коллега, который так поступает к тебе, в рот тебе заглядывает, ты узнаешь, что он где-то что-то нечестно делает, ведет какой-то бизнес, мимо кассы что-то проводит. Он смотрит твою реакцию, насколько будет позволено. Если ты пресекаешь это, не одобряешь, еще не подсел на его похвалы и заискивание, и даешь плохую оценку, он делает вид. Или я исправлюсь, ой, да я был не прав, ты прав. Он отступает немножко, но это временно. Он понимает, что наживку надо засовывать еще глубже, ты не до конца клянул. В отношениях парень, например, ну не знаю, у вас все в порядке, все прекрасно. Ты чувствуешь, что ты королева, тебе пятки готовы целовать. Он это и делает, делает какие-то там подарки и так далее. Но ты узнаешь, например, какой-то момент ревности. Он подсмотрит на твою реакцию, как ты отреагируешь. Или он начинает что-то запрещать, а говорит, например, тебе, я хочу, чтобы ты с макияжем и после работы и дома была в макияже, например. Тебе это очень идет. Или все прекрасно, то есть буквально там полгода он тебе говорил, что ты крутая, офигенная. Это может даже полгода охмуривания, кстати, на минуточку длиться. Может месяцами, два-три месяца. Это нормальный срок, на расстояние держать, чтобы ты поверила в сказку. И говорить, ой, тебе липосакция не помешала. Или, ой, тебе красивое белье какое-нибудь кружевное купить. Что-то в этом роде. То есть первое посягательство на вашу личную территорию. Смотреть реакцию. Если ты уже бежишь оправдываешь, смотрят, насколько ты заглотила наживку. Если ты его посылаешь и говоришь, знаешь чего, для тебя я меняться не буду, дорогой. У вас таких мужиков вокруг много, это себя ломать. Я не буду, ну, извини, дорогая, я ошибся, отступает. И понимаешь, что тебе на ухо класть, врать тебе, охмурять тебе надо еще и еще. Четвертый этап, это первая явная жестокая выходка. Это цель этой выходки продемонстрировать, когда ты заглотила наживку и не готова с ним расставаться. Кто в доме хозяин? Показать, что здесь босс я. Это могут быть любые ситуации, но в этот момент вы подумаете, я его с этой стороны не знала, не видела, это какой-то монстр, я в шоке. У вас еще здравый смысл остается, но при этом у вас самое главное заглоченная наживка. Но уже вот буквально там еще два месяца назад все было идеально, я же для него принцесса и королева. Ой, это какое-то временное помешательство рассудка. Ну ладно, спущу на тормоза, но все же потому что было прекрасно. Это одна единственная такая выходка, я ему прощу. Следующий этап после этого шоковой терапии, пока что в доме хозяин, это закручивание гаек. Когда тебе постепенно начинают запрещать то, это, пятое, десятое, подстраивают под себя и начинается эта ломка, на которую ты идешь. Вот уж у тебя в голове все еще, ну это же было все так классно, так круто, люди же так быстро не меняются. И я, пожалуй, подстроюсь, потому что я не хочу терять то, как он в меня верит, любит и меня хвалит. Следующий этап это уже выжимание ваших соков, вампира этого энергетического, когда он, как они действуют, приближая и отталкивая вас, да, люблю-люблю-целую, тут же ругается, потом через какой-то период времени до расставания, разъезжаемся, а потом он бежит тут же, как ни в чем не бывало, мириться и так далее. Отдаление и притягивание человека. И вот в эти эмоциональные дряги вас выжимают ваши эмоции. И этим процессом, для всего этого была создана вся эта история, игра, этим процессом он наслаждается его цель выжимать вас, ваши эмоции, питается вашими эмоциями, примирениями, страданиями и возвышениями в этот момент себя, что смотрите, какое я говно, как я издеваюсь. Она от меня не убегает. И когда уже у человека все выжато, отношения, возможно, эти заканчиваются, уже все, там ресурса нет, и жертва готова соскочить или убежать, напоследок нарцисс всегда, ему важно же, это же нарцисс самовлюбленный, ему важно, что о нем думают, скажут. Это зачистка территории и упорка. То есть, если это были какие-то там, не знаю, избиения дома, домашнее насилие в браке, то человек так выставляет, что жертва сама виновата. Он оставляет, так зачищает все, чтобы в глазах родственников и других людей он выглядел хорошим. Неважно, кто будет виноват, жертва виновата или нет, но главное мнение о нем. Если это на работе, ваша коллега, например, то этот человек так, выкручивая вас эмоционально, подставляя как-то на работе, даже уходя, например, увольняясь с этой работы, делает так, что ему говорят спасибо, ему благодарны, он сделал что-то хорошее. То есть, самое главное здесь следов от себя не оставить, попользовался, попитался, высосал энергию, выжил, все эмоционально получил и при этом остался в дамках, в хорошем положении и о человеке действительно хорошее мнение у окружающих, ну не у жертв. Последний этап, это тот этап, когда жертва все-таки взъерепенилась, поняла, что она жертва и надо счет менять, например, при разводе абьюзеров такое, да, они дают детей или там заводят новые отношения, а он хочет, чтобы ты всегда вообще после него даже была одна. Такие моменты, у меня даже в историях это все встречалось, еще и нанести урон своей жертве, вот уже, то есть я обелился, зачистил, чистый, у меня все в порядке, я хороший, а ты, сволочь, такая, на тебя навесить чувство вины, нарушить контакты с семьей, с друзьями, выставить тебя в худшем свете, это еще, знаете, последнее издевательство научить. Если ты делаешь детей в браке, не давать детей. Знаете, история, когда абьюзер был, семьей не занимался, начала разводиться, уходить от него, он вцепился в ребенка и манипулирует. Это вот этот случай, наказать тебя напоследок за то, что ты вообще посмел от меня уйти. Сейчас я вам зачитаю механизм, описанный психиатром, как это работает, именно процессы в мозге. Вследствие хронического стресса, который вам заставляет нарцисс, у человека сильно понижается сахар в крови. Женщины часто худеют, становятся более привлекательными, согласно культурным параметрам в соцсуме, где они живут. Но при сильном снижении уровня сахара в крови включается стрессовая реакция, поднимается уровень кортизола и адреналина. Основная функция кортизола – это повышение уровня сахара в крови, чтобы вы не умерли. Адреналин повышается, вы чувствуете себя сконцентрированным, алертным, то есть готовым к действию. Вы лучше запоминаете, вы лучше работаете, вы более энергичны, поэтому вы подсаживаетесь на вот эти игры с таким человеком. Вы чувствуете себя очень возвышенно, круто. Мы называем это катехоламиновый медовый месяц. Катехоламины – это гормоны, это стрессовая реакция, они помогают вам чувствовать себя хорошо, люди приходят к очередному ошибочному умозаключению. То есть они думают, я чувствую себя круто, когда нахожусь в этих страдальческих отношениях. И значит, это правильно. И человек не понимает, что вся эта стрессовая реакция, похудение, упадок, по-другому вырабатываются гормоны, упадок сахара. Люди не понимают, что это дорого обходится вашему организму, это проблемы со здоровьем, начинаются психосоматические реакции на стресс. И по сути, кажется, человек на что подсаживается, да, жертва? Я похудела от любви, от страданий, я получаю вот этот гормон, когда мы миримся, по сути, социально приемлемо выгляжу, я похорошела, похудела. И гормон, женский особенно, гормон стресса, он дает преображение. Кожа лучше, волосы там не сыпятся, переливается, вся вот эта история. И визуально в зеркало вы видите подтверждение, что вы лучше выглядите в этих отношениях. Вот для женщин, вот просто на пальцах так раскладываю, да? Но вы забываете о том, что этот гормон вырабатывается из-за стресса, который вам приносит ваш партнер, абьюзер, нарцисс. И внутри-то все разрушается. Это психосоматика, но это выйдет позже, со временем, когда ваш организм выжмут, эмоционально истощится. И вы останетесь при разбитом карете, вас выжили, попользовались, ушли, а вы еще с болячками останетесь. Вот я к чему. Для тех, кого эта тема сегодня заинтересовала, кто хочет об этом вообще почитать и, возможно, себя где-то увидела, я вам посоветую одну книжку крутую. Вот выдержка вот эта сейчас была из этой книжки. Книжка автор Таня Танк. И книжка называется «Бойся, я с тобой». Купите ее в онлайн, она там стоит 250 рублей. Это 25 лир, можно на штурцию оплатить в онлайн книжных там магазинах. Книжка, она стоит там рублей 300 в магазине в книжном. Видите, раз вроде ее производит издательство. Пишите комментарии, увидели вы себя сегодня. Полезно ли такого плана видео в будущем снимать и разбирать вот эти процессы, что, как, может, чтобы вы себя узнали, вас обезопасить. Хочу просто, чтобы вас обезопасить. Вот так бы я это назвала. Интересны ли вот такие видео узкой направленности? Присылайте свои истории. Почту у меня под видео в инфобоксе. Ваши истории для разбора видео. Или записывайтесь ко мне на психологические консультации. Если вы считаете, что видео полезное, оно нужное, напишите об этом в комментарии, поставьте лайк, распространите его в соцсетях. И самое главное, напишите, с чем-то с этим сталкивались. Видео было для вас сегодня лично полезно и чем? Мне это очень важно знать. Скоро увидимся. Всем пока.